Привет! Продолжаю вас знакомить с действительно хорошими, полезными и классными товарами из китайских магазинов. Сегодня у нас три товара с магазина JD. И первым я вам покажу, пожалуй, вот эту электробритву. Это моя первая электробритва в моем арсенале, и надеюсь, она прослужит не один год. Название ее Fliko FS376. И это известная бритва не только в Китае, но и у нас. Хочу заметить, что присылают ее в хорошей коробке, в которой и находится заводская коробка. И выглядит она, сами видите, очень красиво. Так что, если бы я захотел подарить эту бритву кому-то, то подарок был бы презентабельным. Поставляется она сразу в крепком футляре, с зарядкой и макулатурой, как всем этим пользоваться, а также сеточкой для очистки. На вид бритва очень красивая и имеет LED-дисплей, на котором отображается заряд в процентах. Сначала в программе стоит замок, то есть бритва не включалась. Нужно зажать кнопку на секунд 10 или 15, и она запускается. Так что будете знать, если купите. Бритва не боится воды. Ее можно мыть проточной струей, либо бриться, когда моетесь. Хотя сразу скажу, что лучше бриться на сухую, а потом просто промыть ее струей воды. Бритвенных головок у нее три, и они плавающие. То есть, хорошо будут брить любой участок лица, и не будет щипать вас во время бритья. Я уже бреюсь ей около месяца, и все хорошо, меня все устраивает. Ах да, система бритья у нас роторная. Также присутствует триммер, но он годится разве что виски подбрить и все, особо на него не надейтесь. За все время использования бритвы скажу так. Бреет она хорошо, не так как обычная бритва, не наголо. Примерно как полдневная щетина получается, как-то так. Но зато меньше геморроя, как с обычной бритвой. Вам не нужно мазаться пеной, потом кремом. Если вы часто бреетесь в дороге, или просто нет времени и нужно быстро побриться, то это идеальный вариант. Еще замечу, что батарея держит хорошо. На полную батарею вы побреетесь около 9-10 раз. Это если у вас густая щетина, как у меня. А если у вас борода не очень хочет расти, то и того на дольше вам хватит заряда батареи. Насчет шума скажу так, работает она тихо. Не так как советские бритвы, которые можно было разбудить полквартиры, когда утром бреетесь. Эта бритва работает тихо. Так что если вам нужен подобный девайс себе, либо на подарок, то смело рекомендуем, можете присмотреться. Дальше у нас идут блютуз наушники Edifier W820WT. И они просто топ за свои деньги. Они живут на одном заряде примерно 80 часов. Батарея у них... Моё уважение! 1340 мАч. Я конечно не слушал целые сутки музыку, но заряжал их всего два раза за весь период, а это около двух недель. Зарядка у них длится около трех часов, что так же быстро. Также они работают от обычного кабеля для прослушивания музыки, который есть в комплекте. Это на тот случай, если они не вовремя разрядились. Коробка кстати у них тоже стильная, подарок будет презентабельный и выглядит все это дорого. Конструкция наушников имеет стальную основу, которая предоставляет необходимую жесткость и прочность, а так же может настраиваться под индивидуальные анатомические особенности головы. Крупные и мягкие амбушюры обеспечивают надежную пассивную шумоизоляцию, а средний уровень прижима не вызывает дискомфортных ощущений при длительном ношении. Для подключения к источнику, в качестве которого может использоваться любой современный телефон, планшет или ноутбук, задействуется беспроводной интерфейс Bluetooth 4.1 с рабочим радиусом до 10 метров. Хотя слушав музыку в спортзале через эти наушники, могу сказать, что 10 метров это заниженная дистанция. Я слушал музыку на расстоянии примерно 15 метров и все работало. Динамические излучатели с неодимовыми магнитами и импедансным сопротивлением в 32 Ома дают качественный и громкий звук с выраженным басом, подходящим для прослушивания большинства популярных музыкальных жанров. Наушники оборудованы встроенным микрофоном и могут выполнять роль беспроводной гарнитуры для голосового общения. Но скажу сразу, что микрофон далеко не идеальный и нужно громко говорить, чтобы вас было слышно. И это единственное нарекание на них. И то далеко не все используют такие наушники для разговора по телефону. Управление очень простое и интуитивно понятное. Есть три кнопки. Включение-выключение, плюс громкость и минус громкость. А если зажать кнопку плюс, то включится следующий трек. Зажатая кнопка минус и будет играть предыдущий трек. Все просто. Вывод у меня такой, что это одни из лучших закрытых блютуз наушников, которые у меня были. И за такие деньги это просто топчик. Ловушка для насекомых. Полезная вещь для лета, что скажете? Устройство оснащено специальной светодиодной лампой, которая излучает фиолетовый свет с длиной волны около 368 нанометров. Этот показатель является особо привлекательным для насекомых, так что они сами будут залетать в ловушку. Вам же достаточно просто включить ее и разместить возле себя. При этом, благодаря минималистичному дизайну и небольшим габаритам, она лаконично впишется в интерьер любой комнаты. Ловушка основана на простой, но эффективной системе привлечения, поимки и удержания насекомых. Как только они оказываются в непосредственной близости от LED-лампы, воздушный поток, создаваемый вентилятором в основной части устройства, затянет их в специальный контейнер. Воронка, возникающая в нем, удержит камуров внутри. При этом, излучаемый диодом свет является безопасным как для глаз, так и для кожи человека. Лампу можно подсоединять к самым различным источникам электроэнергии, будь то домашняя розетка, ваш компьютер или даже внешний аккумулятор, а ее подключение происходит посредством порта microUSB. Таким образом, ловушка огородит вас от насекомых, где бы вы не находились. При этом ловушка не требовательна к обслуживанию. Ее съемные части можно без труда помыть в воде, тогда как основные функциональные элементы протереть влажной салфеткой. Также устройство отличается своими небольшими габаритами и маленьким весом в 460 грамм, так что вы без проблем сможете поместить ее в рюкзак или на сумку. У меня пока комаров нет и мух немного, но за целую ночь получилось ловить одну муху, так что не могу пока сказать на 100%, что эта лампа будет привлекать всю живность, которая вас беспокоит, но какие-то мушки будут попадаться. Насчет шума скажу так, работает действительно тихо, и ее шум меня не будил ночью. Свет самой лампы красивый, но вот за счет поимки именно комаров ничего сказать не могу. Устройства, которые я вам сегодня показал, были куплены в магазине JD, и если вы что-то приглянули себе в этом видео, то ссылки я оставил в описании ниже. А можете просто зайти в JD и посмотреть другие товары, у них цены вполне нормальные, можно покупать. Пишите в комментариях, что вам понравилось и пригодилось бы в хозяйстве, А если вы уже пользуетесь такими устройствами, какие я сегодня вам показал, то пишите, как вам они. Был рад для вас стараться, буду благодарен за лайк, подписку и всем пока-пока.